Дорогие друзья, ненадолго решил зайти в прямой эфир. Понятное дело, что позднее время суток. Решил забежать ненадолго. Здравствуйте. Я, честно сказать, хотел ненадолго зайти сюда, чтобы высказать свои теплые слова людям. Потому что я вот сегодня посмотрел выпуски. Вот был выпуск как раз про голосование. И почитал комментарии, почитал, что было в этом выпуске Дома-2. И меня хотели выгнать. Я был одним из кандидатов. Ну, это, в принципе, нормальная практика здесь на проекте. Но я хотел бы поблагодарить тех людей, которые пишут такие добрые комментарии в социальных сетях. Это очень приятно слышать. И я все-таки думаю, что я не зря придерживаюсь своей позиции. И очень рад, что есть люди, которым она близка. Это круто. Это классно. Неделю назад, в ту пятницу, был достаточно тяжелый день. Сложный, непростой достаточно. Но я его пережил. И, кстати, я очень рад, что лобное место последнее закончилось очень хорошо. Никого не выгнали, все остались. Мне кажется, что это круто. Сегодня у нас тоже была пятница. Сегодня было женское голосование. К сожалению, один человек, одна девочка ушла. Но это суть проекта. Вот такой вот он. Такое бывает. А еще мне очень неудобно. Я не могу лежать на своей кровати с зарядкой, потому что розетка очень далеко, и провод мой не дотягивается, чтобы лежать и разговаривать. А заряд на телефоне уже закончился. Здесь на проекте очень интересная вот эта практика, что мы должны обязательно голосовать против кого-то. И ты пока здесь находишься, ты настолько привязываешься к людям, привыкаешь к ним, что голосовать против них очень сложно. И поэтому, когда ты голосуешь, ты придерживаешься каких-то определенных, как не то что принципов, а вот ставишь на чашу весов, можно сказать, какие-то поступки человека, для чего он здесь на проекте и так далее. И когда я смотрел сейчас в отношениях, я нет, к сожалению, не в отношениях, потому что за это время те девушки, которые приходили на проект, много из них не оставалось здесь. Они приходили к Артему или еще кому-то. А те, которые были, у нас была и Ульяна, и Настя, и Соня. С этими девушками я не буду строить отношения по одной простой причине, потому что мы друг другу не подходим. Мы разговаривали, общались. Мы все можем быть красивыми. Например, мы же здесь не для того, чтобы просто переспать с девушкой. Мы здесь для того, чтобы построить настоящие, живые, здоровые отношения. Сколько тебе лет? Мне 34 года. Я уже взрослый дядя. Я не один из самых взрослых здесь на проекте. Я тебе скажу, что ты очень мудрый, честный человек, справедливый, отличаясь от других. Вы знаете, очень приятно это слышать. Мне и положено по жизненному опыту, наверное. Здесь очень много молодых ребят. Здесь очень много молодых ребят. И классно ловить их вайп, как они общаются, и смотреть на все на это. И мне интересно, что они когда-то какие-то песни поют, друг за другом повторяют. Я думаю, я даже эти песни не знаю. Но здесь есть Илюха Рыбаков, кстати, который знает все старые песни 90-х, и мы всегда их поем. Так. Настя тебе не нравится? Вы имеете в виду Настя, которая из Саева. Мы с ней дружим очень хорошо. Но вот как дружим, здесь дружбы нет на проекте, здесь есть товарищество. Вот мы с ней товарищи. И нам очень хорошо общаться, друг друга поддерживать. Но нет, отношения мы с ней не построим. Вот. Я вот говорил про голосование, что здесь обязательно надо кого-то выгонять. И надо на чашу весов ставить поступки человека, и для чего он здесь на проекте. Так. Тут вопросы еще, да, поступают. Она покинула проект. Ну вот все, все знают всегда. Сколько ты уже на проекте? Вот знаете, я на проекте официально с 11 апреля. То есть уже больше месяца. Кстати, больше того срока, который я себе ставил. И вы знаете, за этот месяц фактически на проект не пришло ни одной девушки, которая бы здесь осталась. У нас в женской спальне сейчас живет одна девочка. И в мужской спальне мужская спальня практически полная. То есть куча, огромная... Ладно. Очень много мужчин смелых, загорелых, готовых к отношениям, но девчонок совершенно нет. Девчонки здесь почему-то не задерживаются. Это очень обидно, прискорбно, и жаль, что так. Хотелось бы. Потому что даже мальчишки все... Вот я там недавно с Мишей разговаривал, и Миша говорит, вот так хочется все-таки гулять с девушкой. Такая хорошая погода, солнечная. Здесь вот создаются все условия для того, чтобы проводить время с любимой. Там есть шале любви, есть вот эти прекрасные лежаки, есть бассейн, на котором можно просто сидеть, смотреть друг в другу в глаза, там пить сок и разговаривать о прекрасном. А нету девчонок, с которыми можно построить отношения. Кто тебе нравится больше из ведущих? Вы знаете, Кадони. Мне больше нравится Влад Кадони. И Ольга Орлова. Это мои фавориты. Кадони очень угарный. Ольга Орлова очень часто говорит мудрые вещи. Остальные ведущие тоже прекрасные. Но вот если выделять, вот у меня два фаворита перед ней ведущих. Вот. Ну давайте я продолжу тему проголосования. И вот надо обязательно кого-то выгонять у нас. И когда ты уже привыкаешь к ребятам, очень тяжело это делать. Конечно, проще выгнать нового человека. Но с другой стороны, если он не накосячил за все это время, пока он был на проекте, не сделал какого-то гадкого негативного поступка, который мог бы его охарактеризовать с отрицательной стороны, то почему бы не дать человеку шанс? Почему его надо выгонять? Ведь каждый из нас был на его месте. И надо с пониманием относиться к таким людям. Вот у нас пришел Егорик, и я очень рад, что он остался, что фактически против него никто не голосовал. И у него есть возможность для следующего мужского голосования раскрыться. Почему один в комнате вот у меня спрашивают вопрос? Ну вот так вот случилось. Все где-то находятся сейчас. Бывает такое. И более того, вы некоторых не видите за колоннами, так что я не один здесь. Ну сейчас время, вот час 33, у нас в принципе это время, еще вовсю люди еще общаются, коммуницируют и так далее. То есть здесь до 3-4 все не спят. Привет! Вот. Все... Вот мне очень тяжело было привыкнуть, кстати, к режиму, к этому, что до 3-4 не спать. Я обычно всегда ложился там где-то в 12 часов ночи, ну, край в час и просыпался рано 6-7 утра и так жил. А здесь совершенно все по-другому. Забирают телефоны? Да, телефон у нас забирают, то есть у нас нет их целый день и только в 12 ночи нам эти телефоны выдают и ты пока там все сообщения прочитаешь, пока ответишь на все вопросы и так далее. Все посмотришь, все сделаешь, что необходимо. Время уже очень много. Пока пообщаешься с ребятами, хотя бы какими-то своими делами займешься, уже 3 часа ночи, пора ложиться спать, завтра вставать. Чего я Ульяну расскажу? Про Ульяну. Мы с Ульяной нормально общаемся. Я, конечно, против нахождения здесь детей и мне сначала было непонятно, зачем Ульяна пришла на проект, когда у нее трое детей, но мы с ней поговорили и она сказала, я хочу попробовать, я хочу использовать этот шанс. Мне это не близко, но я подумал, это ее выбор, если она хочет, пускай она это делает. А что касается детей на проекте, тоже мы сегодня разговаривали, я, Влад, Ульяна, Влад там ее яростно защищал. Я думаю, что одному ребенку здесь делать нечего. Если бы здесь был какой-то СССР дом, где находилось бы много детей и было социально ребенку было бы интереснее и проще здесь находиться среди детей подобных, тогда это было бы еще ничего. А когда ребенок находится вот в этой атмосфере, когда люди разговаривают на такие серьезные темы, иногда, может быть, проскакивает какая-то какая-то нецензурная лексика или негатив, я считаю, что никакому ребенку это не нужно слышать. Но, так как Ульяна мама, она хочет находиться с своими детьми, конечно, она их сюда привозит и находится здесь с ними. Это ее выбор, но я бы свою дочь сюда не привел. Мне очень не нравится Софа, такое у нее ужасное поведение. Софа здесь достаточно интересный персонаж, который создает много инфоповодов. Вы знаете, вот по экранам можно судить человек как угодно. Я общался с ней лично, с ней интересно разговаривать, она достаточно грамотный человек, да, во многом мне ее позиция не близка по многим вопросам, но мне нравится ее прямота и честность. Таких людей, кстати, мало. Никита и Ален помирились, они то мирятся, то ругаются, но пока все нормально. Выигранные малинки дадут использовать? Да вот, вот мамуль, не знаю, говорят, что надо как-то это все сделать интересно. Веришь в пару Безуса? Конечно, верю. Я хочу, чтобы у их ребенка была полноценная семья, и вы знаете, я неоднократно думал там по поводу Леши и Тани, вот если их не трогать, если не комментировать каждое их действие, то в принципе никто ни на кого не поднимает руку, никто никому там сейчас не угрожает. Люди могут притереться, просто не надо им мешать и накручивать их. Я думаю, что все получится в дальнейшем. Вы очень грамотный человек. Спасибо вам огромное за такие слова, очень приятно. вот, дорогие ребята, вот у нас мужская спальня. Как думаешь, Адеева есть симпатия, Крис? Да вот, ребят, ну, по поводу Адеева, ну, что по поводу него говорить? Ну, может быть, она ему, она симпатичная девочка, может быть, она ему нравится, конечно, нам многие визуально нравятся, да? Но он уважает Ваню, он уважает Крис, он уважает их отношения, и никогда не будет лезть в эту пару, это вот сто процентов. Тут уж, ребят, извините, не будет он это делать. Вот, ну, давайте еще парочку вопросов отвечу с удовольствием, и буду готовиться ко сну, потому что время уже много, сегодня хочется спать пораньше, лечь, чтобы завтра с новыми силами ворваться в день, в новый день. Вот, цвета здесь, конечно, спальни такие забавные, да? Синий, красный, вот так каждый раз вот спишь, у нас как здесь получается спишь, ты спокойненько, да, ночь и так далее, и раз резко включается свет, и ты просыпаешься от резкого включенного света, короче, здесь. Я раньше вот просыпался и просто был в шоке каждый раз, что происходит, да? А потом я начал просыпаться раньше, специально, во-первых, чтобы занять очередь в душ, потому что здесь очередь в душ, и во-вторых, для того, чтобы не просыпаться от этого света, я хочу просыпаться сам, сам принимать решение о том, что я проснулся. Вот, вот так вот забавно здесь порой бывает. Так, давай уже скорее отношения заводи, интересно посмотреть, как на твои отношения. Да мне самому интересно посмотреть, как здесь все будет, когда я буду заряжен. Вы знаете, меня очень сильно вдохновляют люди, и очень хочется, чтобы был рядом человек, который меня вдохновляет, так сказать, моя муза. Надеюсь, что это получится, будем смотреть. Спасибо вам большое за внимание, спасибо большое за теплые слова, которые вы писали, очень приятно это слышать, и надеюсь, что я вас не подведу. Хочешь, ну, да я, я успеваю еще ответить на вопрос, хочешь еще детей. Знаете, дети это огромная ответственность, и мне бы хотелось детей от любимого человека. Это прекрасно. И надеюсь, что я к этому приду, и будет все хорошо. Александра Игоревна, здравствуйте. Я очень рад, что вы присоединились к моему прямому эфиру, но, к сожалению, я его уже заканчиваю постепенно, отвечал на некоторые вопросы. Вот видите, я на доме 2, учился у вас в школе кинотеоретней Останкино, а теперь вот здесь вот. Тоже учусь, кстати, учусь многим полезным вещам, в том числе для построения отношений, для жизни и так далее. Поэтому, дорогие друзья, спокойной вам ночи, и желаю, чтобы вокруг вас царила любовь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова